Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Именно тебя, любимого, красивого и многоуважаемого подписчика. Сегодня я снимаю видео со своей сестрёнкой. Ещё раз всем привет, ребята! Вы спросите, почему мы все такие сонные, почему мы в пижамах? Мы только что проснулись, и сегодня наши родители уехали почти на весь день, и весь дом полностью в нашем распоряжении. Да, сегодня мы снимаем потрясающий челлендж 24 часа в нашем доме. Я уверена, вы уже видели влог на моём канале о поездке на дачу. Да, совершенно недавно, буквально три дня назад мы переехали. Сами ещё не привыкли к новой кухне, к новой комнате, к этому новому фону. И сегодня мы собрались вместе с вами завтракать, вместе с вами проводить этот чудесный день. Покажем вам наш дом, ответим на самые часто задаваемые вопросы про него. Покажем полностью всю нашу комнату, если вы во влоге её не увидели, потому что тут, ну, уже за эти три дня много всего поменялось. В общем, сегодня вы проведёте с нами 24 часа. Я уверена, вы уже заметили, что мы сонные. Уже заправили нашу чудесную кроватку, и мне безумно нравится этот фон. Наконец-то это первое видео с приветствием на фоне нашей чудесной комнаты. В общем, подписывайтесь на канал Карины, и на мой канал будет ссылка в описании. И ставьте колокольчик у Карины на канале, если вы ещё этого не сделали. Да, для того, чтобы смотреть мои видео первыми и не пропускать премьеры. Мы ещё не завтракавшие, не евшие, поэтому сейчас мы пойдём чистить зубки, нанесём какие-нибудь тканевые масочки, поздороваемся с нашей собачкой Милой. Этот день будет просто потрясный, поэтому следите за нами. Кстати, мы ещё сегодня пойдём гулять, и как только поздно вечером приедут родители, мне привезут огромнейший, просто большой пакет с посылкой, с большим количеством одежды, с большим количеством реквизита для новых роликов. В общем, это видео будет просто охеренское. Оставайтесь с нами 24 часа в нашем доме. Поехали! Я беру свою водичку с лимоном, и мы с Полиной отправляемся в ванную для того, чтобы почистить зубки и нанести тканевые масочки. Своё утро я всегда начинаю с большого количества воды. Это очень важно, и вообще нужно пить много воды. Тогда ваш организм всегда будет счастлив. Полина уже перед тем, как почистить зубы, нанесла гигиеническую помаду, не знаю зачем. Ждите! Короче, наблюдайте за всем этим чудом под музыку. Я уже наклеила масочку. Вот так вот я чудесно выгляжу. Миленький тигрёнок. Полина у нас сегодня будет панда. Ну я, ребят, как видите, маски клеить не совсем умею, но маска от этого не меняется. Поэтому давай мы с тобой вот так вот зрителям покажемся. В мире животных я тигрёнок Поля Бандочка. И мы берём вас с собой спускаться на первый этаж. Показываю вам вид из нашего туалета. Вот такой вот чудесный. Природу вы ещё сегодня не один раз увидите. Тут огромное количество домов. Вот такая вот красота. Ну и для того, чтобы спуститься на первый этаж, нам нужно всего лишь пойти прямо. Вот таким вот образом мы спускаемся. Так как мы одни дома. И сразу попадаем на нашу кухню. Вот так вот выглядит кухня. Мы будем сейчас завтракать. Я сделаю себе кофеёчек. Покажу вам нашу собачку, которая там отдыхает. Мила. Это кто там в домике спит? Посмотрите на эту прелесть. Кто там отдыхает? Мила. Милка спит. У неё кайф. Короче, мы готовим завтрак. Своё утро я всегда начинаю с кофе. Поэтому разогреваю своё соевое молоко. Так как я на правильном питании достаю кружечку. Наша чудесная кофеварка. Я её включаю. Выбираю сделать кофе. И миллилитры. Мой кофе готов. Я забираю чудесную кружечку. И несу на стол. На завтрак у нас с Полиной сегодня будет творожок. У Полинки со сметаной. Мне можно только кисломолочные продукты. От молочных я стараюсь отказываться. Поэтому Полина в творог добавляет сметану. А я йогурт. Йогурт я беру в холодильнике. Вот такой вот с малинкой. Очень вкусно. Мы уже доедаем творожок. Полинка уже съела. Завтрак получился хоть и не плотный, но очень-очень вкусный. Так как мы сегодня в доме одни, нам нужно показать себя со стороны хозяек. Поэтому сейчас мы быстренько сделаем все кухонные дела. И придумаем, чем займёмся дальше. Вот наша посудомойка. Я бы не сказала, что к кухне мы капец как привыкли. Но постепенно начинаем уже вспоминать. Или же запоминать, где что из посуды должно лежать. Поэтому сейчас мы всё разберём и вернёмся к вам. Мы уже очень сытно и вкусно позавтракали. Поэтому прямо сейчас мы пойдём приводить себя в порядок. Уже не чистив зубы и наносив тканевые маски. Хотим сделать какой-нибудь спокойный и очень красивый макияж, чтобы вы не пугались наших опухших лиц. Переодеться, потому что целыми днями ходить в пижамах это мне кажется не вариант. Ну а потом поотвечаем на ваши вопросики, потому что я выложила вот такую вот чудесную историю в инстаграм. Что вы хотите, чтобы мы вам показали, поотвечали на ваши вопросики якобы на сколько, мы приехали на дачу и так далее. В общем, погнали! Полина несёт свою косметику, а я покажу вам свою. Я взяла с собой вот такую вот косметичку. Это мой разогревающий крем для похудения. Я его использую практически каждый день. Тут мои нюдовые всякие палетки, гигиенические помады. Это я вам всё показывала во влоге. Поэтому мы сейчас накрасимся. И напишите в комментариях, как мы вам нравимся больше. Без макияжа или с макияжем. Вот такие вот мы чудесные красотки. Накрасились, переоделись и выглядим уже далеко не сонными. Как мы вам и обещали, сейчас будем отвечать на вопросы не только про наш дом, но и ответим вообще на вопросы о нашей жизни, как нам тут живётся, чем мы обычно занимаемся и так далее. Все вопросики я отобрала, и вы мне их писали в моём инстаграме. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Итак, погнали первый вопрос, и ответишь на него ты, Полина. Как часто вы будете сюда приезжать? То есть, как часто мы будем приезжать на дачу? Смотрите, мы приезжаем в свободное время, то есть на выходных, и на постоянной основе мы приедем летом. То есть, летом мы будем здесь прям жить. Да, и в основном мы будем приезжать по выходным, и я думаю, что это у нас скорее дача, нежели чем какой-то новый жилой дом, где мы будем проводить всё-всё-всё время. Сейчас карантин, и продлили его до конца мая, поэтому всё это время мы будем находиться здесь и снимать очень много крутых видео. Поэтому, как только у нас появится желание, мы будем приезжать сюда снова и снова. Следующий вопрос. Тут скорее просьба. Покажите вашу комнату. Нашу комнату мы показывали в моём влоге о поездке на дачу, но если вы хотите, в мельчайших подробностях, сейчас мы вам ещё раз покажем, что изменилось, и как нам тут живётся. Пока Полина медитирует, показываю вам свою комнату. Всё, что у нас поменялось, это ковёр. Нам завезли чудесный ковёр. Вот мои яркие, красивые носочки. Ковёр очень крутой, золотистого цвета. Я вам не показывала вид из окна. Вот такой вот он чудесный. Потрясающий просто вид. Я думаю, вы уже обратили внимание на то, что тут очень много пустых участков. Скоро тут будет очень много строителей, всё будет строиться. И мы очень любим гулять с родителями и наблюдать за чужими участками. То есть смотреть, как у кого что построено. Это очень интересно. Вот наши кресла. Носки валяются на полу. Ну да, вам же было интересно, как мы живём в комнате? Наши полочки. Я их вам тоже показывала. Шкаф. Ещё полочка Полинина. Ну и вот такая вот красота. Полинин ящичек у кроватки, где лежит всего лишь-то колонка. Всякие крема, уходовые средства. У меня в ящике тоже ничего такого интересного. Таблеточки для сна, влажные салфетки. Ну и тут пустой ящик, пока мы не особо так и обустроились. Весы. Ну и это вроде всё. Следующий вопрос на него мы ответим вместе с Полиной. Насколько вы переехали? Только на время карантина или же навсегда? Это очень часто задаваемый вопрос. И вообще, мы не планировали переезжать вот сюда на дачу навсегда, потому что у нас есть квартира в центре, оттуда удобнее ездить по делам. И повторюсь, сейчас карантин. Дел практически никаких нет. Родители вот иногда, как сегодня, уезжают в город на целый день. Ну и как Карина сказала, навсегда мы сюда ни в коем случае не переедем, потому что у нас есть квартира в Москве, в городе. Да, и это очень странно звучит, переехать навсегда. За городом, знаете, я бы, ну, не была готова жить. Во-первых, потому что тут не ездят такси. И мы живём прям, ну, достаточно далеко от центра. Полтора часа где-то езды. Меня папа иногда будет отвозить летом, например, с дачи до центра, чтобы я видела и со своим парнем, или с друзьями, снимала видео в городе, в центре. И, возможно, я иногда даже, пока вся семья будет тут на даче, буду жить в своей, ну, в этой квартире, в центре. Следующий вопрос. Сколько этажов? То есть, этажей в нашем доме. В нашем доме два этажа, но помимо них ещё есть кое-что очень интересное, то, что мы вам покажем уже где-то через недельки, две-три, так что ждите. Как только изменится погода и станет теплее, я сниму просто суперское видео, которое вы уж точно не ожидаете увидеть на моём канале. Скажу вам ещё, что помимо этих двух этажей у нас ещё есть недостроенный участок. Мы вам его тоже покажем, где мы обычно жарим шашлыки в данный момент, так как ничего не закончено, и мы приехали только в дом. Ни забора, ни газона, ничего такого у нас нет, никаких растений, то есть участок ещё не готов. Также у нас уже есть фундамент к бане. Баня у нас будет большая, очень крутая, где я тоже буду снимать суперские видео. Баня, я думаю, в следующем году уже закончит своё строительство. Странно звучит, но это очень необычно. Итак, следующий вопрос. Как долго шёл ремонт в вашем доме? Три года где-то. Да, где-то три года, даже меньше, наверное, два. Два с половиной. Да, мы очень долго планировали переехать на дачу, я вам об этом не говорила. Очень часто приезжали сюда и наблюдали за дачей без мебели, без лестницы, и постоянно наблюдали за тем, как меняется наш дом. Естественно, как он выглядел во влоге, таким вот странным, неокрашенным. Он так в конечном итоге выглядеть не будет. Мы его перекрасим, он будет совершенно другого цвета. Добавим освещение, купим специальные фонари, и дом будет выглядеть просто потрясно. Ремонт шёл, ну, больше двух лет точно. Следующий вопрос. Остались бы вы жить навсегда в этом доме? Я уже отвечала, я думаю, что нет. Нет-нет-нет, в городе тоже нужно обязательно жить в центре. За городом жить не особо удобно, у меня даже есть подружки, которые прям вот, ну, живут на Рублёвке, далеко. Только вот в таком вот доме ехать два часа, час до центра. И они постоянно тратят неимоверное количество денег на такси или на водителей на своих. Я бы не привыкла. Мне, наоборот, удобнее жить в центре, когда до Москва-Сити ехать пять минут, и она видна из окна. И вообще, жить в центре очень круто, а на даче это как такой релакс, как база, что-то такое загородное, необычная природа, всё такое крутое. Да, отдых, реально. Следующий вопрос. У вас есть обширный бассейн? На самом деле пока что нету, потому что у нас особо участка даже нету, но мы думаем о бассейне. Да, мы задумывались о том, чтобы у нас был бассейн на участке, но понимаете, это как-то очень даже запутанно, потому что придётся постоянно чистить бассейн, он будет всегда грязный, потому что летом сейчас уже начнут всякие букашки выползать, насекомые летать. Если они будут попадать в бассейн, то они будут просто там плавать на поверхности, как бы это грустно не звучало. И всегда к бассейну нужно тратить очень много денег на хлорку, на всякие сетки для того, чтобы его чистить, на всё-всё-всё-всё-всё. Не обязательно на хлорку, можно просто из шланга набирать. Набирать из шланга, это тогда вода у нас, Полин, через дня два протухнет. Это то же самое, что мы наберём сейчас в ванну и будем в ней месяц купаться в одну и той же. Такая Полина. Следующий вопрос. Сложно ли вам было осваиваться в новом месте? Вообще не сложно, но у нас есть собака, которая всё ещё не привыкла к новому месту. Да, Милка вообще первые два дня боялась уснуть, постоянно лезла к нам на кровать, всегда волновалась, дрожала и не понимала, куда это мы приехали. Почему такая резкая смена обстановки? Почему она, в конце концов, не в центре сейчас? И когда мы выводим её гулять, она становится такой счастливой, везде бегает, прыгает, на речку ходит, чуть ли плавать там не собирается. В общем, у собаки счастье полные штаны, как бы это странно ни звучало. Сейчас она уже начала более-менее привыкать, но всё равно за нас волновалась и носилась туда-обратно, и боялась даже по лестнице наверх подниматься. Это были пока что все вопросы. Надеюсь, что всё, что вас интересовало, присутствовало в этом видео, в этом вопросе ответьте. Сейчас мы с Полинкой немножечко поиграем в настольную игру под названием «Жизнь». Все вы прекрасно знаете, как мы любим настольные игры. Прямо этим мы сейчас и займёмся. Всё, мы уже разложили игру, вот такая вот у нас прелесть получается. Крепить это колёсико вот сюда неудобно, поэтому мы его всегда держим отдельно. Разложили денюжки, карточки. Я работаю ветеринаром, как мечтаю с самого детства. А Полина у нас гонщик. Я зарабатываю стока, а Полинка 60. Так мы вытянули карточки. Сейчас начинаем играть, и в конце уже я вам скажу, кто из нас выиграл. Полинка нашла себе чупа-чупс. Мы доиграли, уже всё начинаем складывать. У меня насчиталось в деньгах 2,5 миллиона, у Полины всего миллион... Миллион шестьсот. Да, миллион шестьсот. Я выиграла, первая вышла на пенсию, и сейчас мы с Полинкой пойдём гулять. Покажем вам, где мы находимся, где мы постоянно гуляем, всю эту красоту, чудесную сегодняшнюю погоду. Ну и потом уже, как вернёмся, покажем вам, как мы обедаем. Мы уже собрались идти гулять. Оделись очень тепло, потому что на улице похолодало. Вот такие вот мы красотки, я в худи, Полина в безрукавке. Чё, пойдём? Она мне мала. Пока что нам совсем не холодно, мы идём гуляем. Настроение у нас просто потрясающее, потому что мы можем гулять самостоятельно, ну, по крайней мере, я с сестрой. Сейчас мы вам покажем, как всё вокруг красиво. Дойдём до специальной площадочки, где всё очень круто, прям везде деревья, пахнет природой. И, знаете, я думаю, вы не поймёте мою вот эту странную ассоциацию, но когда ты приезжаешь куда-то на отдых или в свой дом, за город, имеется определённый запах. Вот мы с Полиной идём сейчас и думаем, пахнет дачей, пахнет шашлыками. Везде все гоняют на велосипедах. В общем, тут самый настоящий отдых. Самоизоляция самая настоящая. Я такая прям тепло одетая, мне совсем не холодно, тебе нормально? Рукава тут закатила. Тут ещё, видите, травку косят. Везде лес, всё такое зелёное, красивое. Вот это я называю самой настоящей офигенной природой. Когда всё пахнет прям лесом, как будто бы, я не знаю, ты пошёл по грибы. Есть определённая тут речечка. Везде косят траву и тоже такой определённый специфичный запах. Всё так красиво, необычно. Мне тут очень нравится, потому что именно в этом месте самая настоящая офигенная природа. Тут, видите, есть вот такие вот офигенские красивые дорожки из пуней. Вот, мостики всякие. Всё так красиво, офигенно. Очень много домов, которые только начинают строить. Так как этот посёлок, ему всего лишь 7 лет, и он не старый посёлок. Да, посёлку 7 лет, он совершенно не старый. Дорожки все такие, как, знаете, в сказке красная шапочка. Прямо у меня реальные ассоциации. Всё так красиво и очень круто, что охота прям вот тут на улице жить. Мне безумно нравится такое настроение. Жалко, что погода сегодня не такая, какая вчера. Тут очень много беседок, и мы в последнее время начали с семьёй готовить ужин на мангале, делать шашлычки, жарить грибочки. Вы не представляете даже, какая я счастливая, когда иду, дышу этой вкуснятины, и понимаю, что мы тут будем жить всё лето, до конца карантина. И то, что это такая прям определённая атмосфера. Я сама тоже очень счастлива. Это такие ощущения, это настолько круто. Да, просто словами не передать. Посмотрите, какое тут небольшое озеро, какие красивые дома. Так описываем, как будто первый раз в жизни на улицу вышел. Два месяца самоизоляции и карантина сидели дома и вышли. Ой, как пахнет, как круто. Офигеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие вот тут есть офигенные беседки, где можно кушать шашлыки всей семьёй. Только в этой беседке нету стола. То есть без стола неудобно есть шашлыки. А если мы чуть подальше пройдём, то там будет в лаше беседка со столом. Прошёл уже час прогулки, мы гуляем. Всё в таком же потрясающем настроении. Возвращаемся сейчас домой. Господи, как же я счастлива, что здесь живу, что здесь нахожусь. У меня сейчас ноги отвалятся гулять. Мы очень устали, поэтому идём домой. У меня такое чувство, что мы весь посёлок обошли. Фух, мы погуляли очень круто. И сейчас мы всё-таки с Полиной решили отснять ей видосик какой-нибудь на канал. Я ей предложила идею, что в моём дачном рюкзаке. Точнее, что я беру с собой на дачу. Полине очень понравилась эта идея, поэтому мы подготовили тот самый рюкзак, который лежит вот тут вот. И сейчас будем снимать это чудесное видео. Я даже сама не помню, что там лежит. Да, поэтому камера сейчас будет занята, и подсниму момент съёмок на свой телефон. Ребят, это видео подходит к концу. Я надеюсь, вы не забыли поставить лайк и подписаться на мой канал. Поэтому чао, бомбины, с вами была Полина. Я вас очень сильно люблю. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока! Пока Полина отдыхает на кресле и заливает историю, настало время покормить собачку. Родители приедут вечером. Мама мне передала, чтобы я накормила Милку творожком. Она уже ждёт. Я ей положила творожочек совсем немного. И Милка сидит, твоё солнышко хочет кушать. Моя маленькая девочка. У неё привычка всегда подтягиваться, когда я её хвалю. Потому что она думает, что я её шаражу на ручки буду поднимать. Такую хорошую собаку. Хорошую. Иди кушай, моя девочка. Кушай, творожок моя сладенькая. Иди скорее, вкусный творожок кушай. Вкусный творожочек Мила сейчас поест. Водичкой запьёт. Вкуснятина. Настало время нам с Полиной обедать. Поэтому я прямо сейчас подготовлю то, что мы будем кушать. У нас есть сковородка с куриной грудкой. С очень вкусной куриной грудкой. Это очень диетически полезно. Я по линии с куриной грудкой сделаю бутерброд. На хлеб положу сыр. Возможно, майонезик. Колбаску. Помидорку. А себе я это всё дело положу в низкокалорийный лаваш. Потому что от хлеба я отказалась. В лаваш я не буду добавлять ни кетчуп, ни майонез, ни сыр. Просто помидорки, огурцы, куриная грудка. И всё. Это будет очень вкусно и полезно. Поэтому я сейчас эту всю прелесть приготовлю. И мы с Полинкой будем обедать. После такой чудесной и офигенной прогулки. Я наливаю нам зелёненький чай. Полинин с бергамотом закончился. Поэтому сегодня мы будем пить на обед зелёненький чай с бутербродиками и всякими вкусняшками. Я отличный оператор. Да, чудесный просто оператор. Всё шатается. Полин, ну хватит. Вот такой вот вкусненький чай. Он у нас заваривается. Я заварочки сразу выкидываю в мусорку и разбавляю водичкой. У меня вот такой вот бутерек мне Карина сделала. Очень вкусный должен быть. Да, потому что он с кетчупом и с майонезом. Ну и что? Я не на диете в отличие от тебя. Держи. У меня вот такой вот лавашик. Выглядит всё, конечно, не по-инстаграмному. Завернула. Но перекусить можно. Ну и Полинин аппетитный бутербродик. Пожелайте нам приятного аппетита. Ну а сейчас мы решили немножечко позалипать в телефонах, включить телевизор. В общем, позаниматься своими делами. Поэтому вернёмся к вам уже, скорее всего, чуть-чуть попозже. И, наверное, когда я вам уже буду показывать те продукты, которые я заказывала в интернет-магазине. А их очень много. Прошло примерно два часа за это время. А Полинка отмонтировала почти сама новое видео. Я ей, естественно, помогала и постепенно учу её монтажу. Вот, видео выгружается. Но пока что в закрытом доступе. На Полин канал. Я ей помогу с обложечкой. И что, как вы думаете, она делает тем временем? Дразнит меня и кушает чипсики. Подожди, я еле как тихо пытаюсь поесть. Ага, тихо пытается. Я, значит, сижу на диете, а она чипсики себе открыла. Я пыталась тихо. Полька смотрит Ютуб. Как вы думаете, кто это? Напишите ниже в комментариях. Вот. И мы уже ждём родителей. Потому что на часах в 6 часов вечера уже постепенно начинает темнеть. И скоро нам привезут суперский огромнейший пакет с продуктами, которые я заказала. Настроение прекрасное. Я уже выложила часть сторис к себе в инстаграм о том, что завтра у меня уже пройдёт прямой эфир с Сашей Айс. Если вы не подписаны на мой инстаграм, то обязательно подписывайтесь. Там у меня много совместных эфиров, крутых фотографий. Поэтому по ссылке ниже или ник вы сейчас видите на своих экранах. Подписывайтесь. Там много конкурсов и очень много всего интересного. Ну а мы ждём родителей. Пришли, наконец-то, долгожданные товары, которые я заказывала. Ещё два пакета родители оставили дома. Поэтому если вам интересно посмотреть, что же в них ещё будет лежать, то подписывайтесь на мой инстаграм. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Итак, давайте же я достану некоторую часть продуктов и буквально через мгновение вам покажу. Ух, товаров оказалось что-то ну как-то сильно много. Посмотрите, ребят, куча одежды, куча тканевых масок, куча штативов, кольцевых ламп, палеток, кремов, одежды. Всяких распределителей, картины, которые я буду рисовать, раскрашивая по номеркам. Ой, конечно, ты забросишь, раскрасив одну деталь. Вот, в общем, я решила не заморачиваться, чтобы показывать вам это всё полгода. Просто посмотрите этот тикток со всеми товарами, которые я там показала. И подпишитесь. Ник вы там увидите. Да-да, вот такая вот красота нам пришла. И Полинка уже тут разбирает всё то, что я ей подарила. Вот, у нас просто потрясное настроение. И на этом заканчивается наше видео. 24 часа дома одни. Мы надеемся, что вам оно понравилось. Мы очень старались сделать его максимально атмосферным, крутым, офигенным. Передать вам ту самую суперскую атмосферу. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. И будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поддержите нас лайком, потому что мы снимали это видео целый день. Ну и всем пока! Пока, мои дорогие! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok